В Ленинградской области радиационный фон в некоторых бункерах времен Великой Отечественной войны превышает норму в тысячу раз. Я не исключаю, что когда-то здесь могла стоять пластина с радиом. Доты стали строить еще до войны. Стали строить на границе. Это речка Сестра по побережью Сестры и до берега Ладожского озера. Доты были вооружены пулеметами Максим, орудиями. Достроить эту линию не успели. В 1939 году, в ноябре, началась зимняя война, кровопролитная война. Мы потеряли очень много людей и ранеными, и убитыми, и обмороженными. И граница отодвинулась к Выборгу. Этот укрепрайон, 22-й Карельский укрепрайон, это линия Сталина, как ее именовали, она стала и не нужна. После войны уже, смерти Сталина, когда с Финляндией у нас были совершенно нормальные взаимоотношения, был подписан договор о мире, ненападении, дружбе. Военные решили модернизировать эти доты и стали модернизировать прицелы этих пулеметов Максим, для того, чтобы пулеметчик мог стрелять ночью уверенно. Наверху над пулеметами был сделан вот такой вот выступ, на него металлическая пластина, шириной где-то сантиметров 30-40, длиной 70-80, и ее покрыли свету составом постоянного действия на основе солей радиа 226-го. Мы не знали, не знали, эта тема за полгода выяснилось, как ты что? Хорошо, скажи, сколько времени мы можем здесь находиться? Да папа, а чем ты, чем ты, чем ты, чем ты? Как? Превышение нормы радиации тысячу раз. Но нам нужно, почему в 10 тысяч раз? В 10 тысяч раз, да. Ради 226-й, у него период полураспада колоссальный, 1620 лет. Это активный альфа-излучатель, идет гамма-излучение, идет газ-радон, но об опасности этого светосостава тогда, когда его наносили, знали очень мало. Его широко использовали и в командирских часах, и в будильниках, и в приборах армии, флота, и в подводных лодках, и в самолетах. И снимать его стали отовсюду только тогда, когда обнаружилось, например, что в кабине летчика идет излучение до 10, до 20, до 30 тысяч микроэнген, что. И прошел приказ по армии, по флоту, что все эти приборы снимают. Каким образом все эти, этот светосостав оказался не снятым в дотах Карельского укрепрайона, пока вот по документам не узнается. Потому что военные эти доты бросили в 93-м году. Они бросили в 93-м году, ушли, стряхнули плеч долой, и кое-где они поставили металлические противоштурмовые решетки, закрыли их, приварив. Но эти штурмовые решетки, они не серьезное препятствие для заживающих залезть и срезать металл, или просто любопытных. Где-то были заложены в один кирпич силикатными кирпичами. И в доты активно полезли любопытствующие. Ну, черные копатели, любители вывести оттуда этот металл, срезали станки, снимали систему вентиляции, все это вытаскивали. Но этот весь светосостав, который находился на этих прицелах, он стал сыпаться уже. Там 30 тысяч микрорентген в час, а по альфа-излучению там намного все более опасно. Там 60 тысяч альфа-частиц в минуту с квадратного сантиметра. И самое опасное в альфа-активности то, что эти альфа-частицы при попадании в организм могут вызывать рак. Предварительным замером мы понимаем, что в доте мы дозы практически до 200 микрозиверт. Это достаточно опасно, с учетом того, что здесь альфа-излучатели. И поэтому в таком доте, конечно, находится опасно. То есть альфа-частица попадает в организм и остается там навеки-вечный. А люди там отмечали и дни рождения, любители старины, любители вот этих фортификационных сооружений. Люди отмечали там 9 мая, это святое было, собирались с семьями, с детьми. Отмечали Новый год, рыбаки-охотники спали. Я знаю, что одну учительницу, которая водила туда экскурсии детей, а, естественно, заходят 3, 4, 5, 6 человек в этот дот, а на полу лежат куски этого состава постоянного действия. Произошла радиационная авария. С одним из дотов вообще устроили детскую площадку. Местные жители всегда гордились тем, что у них есть такие уникальные военные объекты. Сюда водили экскурсии, разумеется, заходя внутрь. Мы здесь, в Беллоне, в экологическом правовом центре, узнали об этом в конце января. Вместе с Алексеем Щукиным, экспертом Беллона по атомным проектам, поехали в первый дот. Пришли, и дозиметр стал трещать сразу же, тревожно очень, выдавать просто щелчки эти тревожные, даже на входе в дот. А уж когда мы зашли внутрь, то дозиметр стал показывать такие цифры, что у нас глаза на лоб полезны. Вот счет. Там все, мы на мере 22 миллионгенов сейчас было. Сейчас я поднес там ближе. И самое главное, не надо трогать вот этот вот светсостав. И он осыпается со временем, и, соответственно, здесь вот все тоже загрязнено. Шел сквал публикаций. Поначалу и военные, и природоохранные ведомства говорили, да нет, не может этого быть, откуда там радиация. И это длилось вообще там где-то полгода. Потом стали сквозь зубы власти признавать, что да, опасность есть, но мы же вывешиваем знаки. Но ведь тут еще одна есть опасность, потому что наш русский человек, он же такой, что вот если он увидел знак радиационной опасности, там финн, швед, там француз, который беспокоится о своем здоровье, они просто не полезут. У нас же какой-то такой безопасный национальный характер, что о, о, как интересно, о, мы сейчас вот, о, кайф какой, о, драйв какой. Мы вот залезем, да еще табличку-то домой унесем, потому что у нас есть дверь. Так, Макс, иди, подожди, иди, подожди. И вот в этом году началась дезактивация этих дотов. Компания, которая этим занимается, ЛАИД, она должна отчитаться перед областным правительством, что вся дезактивация закончена. Поэтому очень важно проверить, насколько качественно идет эта работа, где доты огорожены, где знаки вывешены, а где, может быть, их и нет. Это дот номер 34. Вот так вот выглядят амбразуры. Везде видны следы работы. На правой позиции у нас превышение. Это дот номер 38. Это внутри 38 дота. Показания по альфа-частицам. Этот дот находится неподалеку от воинской части в линии Мяки. Тут металлическая деталь. У которой явные превышения. За это время в этих дотах все равно побывали десятки тысяч людей. Потому что очень многие доты расположены рядом с садоводцами и на территории садоводства. Я считаю, что эта ситуация, она типичная для нас, но она безобразная. Сколько найдем? Ну, короче, сегодня еще будем искать радиоактивные доты и всякие интересные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова